Добрый вечер. В прямом эфире Архангельского телевидения программа «Точки над И». Сегодня расставим их вот в какой теме. Архангельский областной суд отказал прокуратуре в требовании о ликвидации местной организации свидетелей Иеговы. Соответствующий иск с требованием он направил в суд после того, как в машине руководителя архангельских иеговистов Александра Парыгина был найден целый пакет с литературой экстремистского содержания. Сам он утверждал, что журналы ему подбросили. Отпечатков пальцев главного иеговиста на упаковке с публикациями не нашли, и суд счел это достаточным для того, чтобы отклонить иск. Что ж, суд свое слово сказал. Сказал ли свое слово и представители общественности. Абсолютно непонятно такое решение назвал депутат областного парламента Александр Дятлов. И сегодня он в нашей студии. Александр Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, прежде чем я задам свой первый вопрос, давайте мы посмотрим некую историческую справку нашей программы. Кто же такие свидетели Иеговы и что же это за организация, которая, к слову, запрещена в 30 странах мира. Пожалуйста. Международная секта, сегодня известная как свидетели Иеговы, возникла в Пенсильвании в 1870 году как группа по изучению Библии. С 1909 года штаб-квартира свидетелей Иеговы находится в Нью-Йорке, в Бруклине. Во что же верят иеговисты? Например, в то, что все шестимиллиардное население планеты нечестиво и будет уничтожено, что останутся лишь те, кто уверовал в Царство Божье. И спасти себя можно только вступив в братство свидетелей Иеговы. Но, пожалуй, самое страшное, сектантам запрещено делать переливание крови даже под угрозой смерти. Иеговисты называют себя христианами и признают Новый Завет, но при этом отрицают Троицу и полагают, что Христос – пророк, но никак не Бог. С этой мыслью они собираются на стадионах, в залах, в конгресс-центрах. Ну, так внимательно Александр Владимирович у нас слушал справку программы. Итак, свидетели Иеговы, с одной стороны, и отклоненный областным судом иск прокуратуры о том, чтобы признать их экстремистами. Как вы можете это прокомментировать? Ну, я думаю, что судья принял такое решение. Видно, он чем-то его мотивировал. Я не знаю, значит, что он говорил, почему он решил все-таки не закрывать эту организацию на территории Архангельской области. Но, тем не менее, вы слышали из сюжета, что 30 стран запретили такую организацию в принципе. То есть они, видно, чем-то руководствовались. Я считаю, что в отношении таких организаций надо принимать более жесткие меры. Потому что надо понимать, какую пользу они несут обществу или больше вред от них для нашего общества. И этим и руководствоваться. У нас, к сожалению, непрецедентное судебное право. Поэтому у нас каждый судья, в общем-то, на свое усмотрение выносит решение. За счет этого мы живем порой в совершенно непонятных ситуациях. Вот как по алкоголю. 30 регионов разрешили устанавливать запреты. Архангельской области Верховный суд запретил. Поэтому то же самое с еговистами происходит и у нас. Если бы у нас было прецедентное судебное право, то, я думаю, жилось бы вообще в целом гораздо легче в нашей стране. Но смотрите, тем не менее, процессы, подобные тому, который завершился в Архангельске, с участием еговистов 3 июня, они идут по всей стране. И вот, например, суд Центрального района Кемерово запретил сайт религиозной организации «Свидетели Еговы». В Москве она, в принципе, ликвидирована как такова. И Генеральная прокуратура России, наконец, предупредила сектантов о возможной ликвидации их организации именно из-за экстремистской, так скажем, их начинки. Но вот в Архангельске случилось то, что случилось. Вот почему? У нас что, самый толерантный суд в России? Я еще раз говорю, у нас непрецедентное судебное право. То есть у нас судья на Дальнем Востоке может запретить какую-то организацию или принять какое-то решение. В то же время судья в Хабаровском крае может принять по этому же мотивам совершенно другое решение. То есть зависит от того, как там судья спал, что он ел, и как у него вообще семейные обстоятельства, с какой ноги он встал. Поэтому еще раз говорю, что если бы у нас было прецедентное судебное право, как в Америке и в Англии, то по подобным делам по всей стране принимались бы одинаковые решения. И это бы гораздо упростило бы жизнь нашей судебной системе и тем людям, которые ей пользуются. Потому что мы, как законодатели, постоянно с этим сталкиваемся, с разным толкованием права на территорию Российской Федерации. Но говорить о каком-либо роде заинтересованности... Ну и я не буду обвинять наш суд ни в чем. Они уже приняли решение, которое приняли. Но в то же время понятно, что эти организации не просто так признаются экстремистскими. И литературу-то экстремистскую нашли не у каждого человека, который ездит по городу в Архангельску, а именно у руководителя этой организации. Ну и говорить, что там нет отпечатков пальцев, и значит ничего страшного, возите ее домой. Дальше. То есть очень странный посыл для меня. Ну, сейчас к нашей с вами беседе присоединится кандидат политических наук, эксперт в области национальной безопасности Роман Балашов. Вот как он прокомментировал решение суда в отказе ликвидации Архангельской организации. Свидетель Еговы, давайте послушаем. Как законопослушный гражданин, я обязан, как и все граждане Российской Федерации, уважать решение суда до тех пор, пока оно не будет опротестовано или не будет отменено высшестоящей судебной инстанцией. Тем не менее, я могу сказать, что решение суда по конкретному эпизоду абсолютно не является отрицанием того, что деятельность секты свидетелей Егова несет в себе колоссальнейшую угрозу национальной безопасности России, жизни и здоровью российских граждан. В данном случае, на мой взгляд, для нас, для всех неравнодушных людей, которые понимают опасность сектанства, которые понимают ту опасность, которая несет вот эта вот деятельность этой организации для нашей страны, для нашей Архангельской области, это повод еще раз объединить свои усилия. Это повод еще сильнее и еще глубже работать, доносить наши опасения, доносить объективную и правдивую информацию о тех угрозах, которые несет деятельность данной секты, до граждан Архангельской области. Ну и, конечно, это задача для всех людей, которые хотят, чтобы напасть, скажем так, на территории нашей области не находилось, более глубоко и более серьезно работать с теми гражданами, которые попали в лапы данной секты, объяснять им, объяснять родителям, объяснять детям ту общественную опасность, которую данная организация несет для нашей страны и для нашей области. Это было мнение Романа Балашова. Но на самом деле мы уже с вами затронули этот аспект, что решение суда, оно парадоксально. С одной стороны, да, закон. С другой стороны, это безопасность людей, которые состоят в этих организациях или, возможно, будут состоять в них. Но вот как здесь найти, на ваш взгляд, такую тонкую грань между законом и защитой людей? Это не только безопасность людей, но, как правильно сказал Роман Викторович в своем комментарии, это безопасность страны. Потому что все эти организации финансируются из-за рубежа. В частности, свидетели ЕГО и ЕГО – это Соединенные Штаты Америки. Если мы с вами видим, что сегодня Соединенные Штаты возглавляют, будем так говорить, борьбу с Российской Федерацией, то есть НАТО у нас везде распространяется, нам запрещают высокие технологии поставлять, нам запрещают дешевые деньги давать банкирам, вообще запрещают каким-либо финансовым структурам сотрудничать с нашей страной, то такие организации, как свидетели ЕГО, с удовольствием поддерживают. Деньги находятся, и в больших количествах они выделяются. Они стоят везде у нас, по нашему городу, и раздают литературу абсолютно бесплатно всем. Причем это дорогая литература, хорошая литература, она распространяется совершенно бесплатно. Представляете, какие деньги за этим стоят, чтобы по всей стране содержать эти организации и раздавать такое количество литературы. Причем задачей их как можно больше людей вовлекать в эти организации. Потому что одни из постулатов, которые распространяются, помимо переливания крови, это отказ от службы в армии, отказ от отхождения на выборы, отказ от признания государственных органов власти. То есть это деструктивная организация, которая изнутри разрушает нашу страну. И мы на это, в общем-то, спокойно смотрим. То есть получается, невера, политика, чистой воды, какие-то политические такие механизмы влияния на умы. То же самое, как и распространение свободы прав. И под свободой прав нам предлагается гомосексуализм, чтобы мы его открыто принимали, чтобы мы разрешали гей-парады. А если мы их запрещаем, и если мы не хотим, чтобы наши дети на это смотрели, то нас обвиняют в попрании свобод человека. Ну вот как же защитить себя? Ну вот ответ это такое же достаточно известное многим словосочетание «Закон о миссионерской деятельности». Сегодня он уже принят в 10 субъектах Российской Федерации, в том числе, конечно, в Поморье. Вы были одним из инициаторов его принятия в Архангельской области. Вот в чем его суть? Во-первых, нам большое количество граждан обратилось, жителей Архангельской области, что ходят бабушки, дедушки по квартирам. Причем в разное время они ходят, звонят, предлагают поговорить о Боге. Что самое настораживает, они разговаривают с детьми по телефону, значит, звонят в квартиры. Если родителей нет дома, спрашивают, не обижают ли вас дома. Приходите в нашу организацию, мы научим вас, как бороться с родителями, если они вас обижают. И вообще мы вас оградим от родителей. И мы тут все в мире живем, и добрее. И мы это всего, обо всем этом вам расскажем. Плюс раздают эту литературу, причем ее суют всем в руки. Хочешь ты брать, не хочешь брать. Поэтому большое количество было нареканий. Более там двух тысяч, трех тысяч обращений к нам поступило в областное собрание с просьбой от жителей оградить их от такого навязчивого поведения вот этих вот адептов. И мы приняли закон. По этому закону, теперь люди, которые приезжают в Архангельскую область и хотят заниматься миссионерской деятельностью, должны получить разрешение в правительстве Архангельской области на ведение такой деятельности. Должны предоставить план, что они хотят делать на территории Архангельской области, с кем они хотят разговаривать, какие беседы они хотят вести. Должны иметь разрешение от соответствующей организации, которую они представляют, на ведение такой деятельности. Если они хотят общаться с жителями домов, то они должны получить разрешение от всего дома на общение. Если они хотят общаться с несовершеннолетними детьми, они должны иметь согласие от несовершеннолетних детей, плюс письменное согласие от родителей на то, что дети будут слушать такого рода беседы. Поэтому мы по максимуму постарались людей оградить от такого навязчивого поведения. Плюс к этому мы приняли второй закон, по которому за неисполнение законно-миссионерской деятельности эти люди будут штрафоваться. А, кстати, яговисты обратились уже в правительство Архангельской власти? Нет, никто не обращался. Поэтому если они ходят по квартирам и что-то вам предлагают, вы можете смело звонить в милицию. Смотрите, не могу не привести в финале нашей беседы с вами слова Патриарха Московского, всея Руси Кирилла. Вот что он сказал о законах о миссионерской деятельности. Никакими законами соревнований за души людей мы не выиграем. Если мы хотим, чтобы укреплялась православная вера, ни в коем случае не надо делать ставку на некую государственную силу, которая нам поможет стать более сильными. В этой логике имеет ли на ваш смысл принимать некий федеральный закон о миссионерской деятельности? Безусловно. Более того, я скажу, что мы от Архангельского областного собрания уже обратились в Государственную Думу с просьбой принять федеральный закон и также с просьбой запретить вообще действие таких организаций, которые в нынешних тем более обострившихся условиях работы с Евросоюзом и Соединенными Штатами Америки финансируются из-за рубежа и ведут свою, в общем-то, деструктивную подрывную деятельность на территории Российской Федерации. Александр Владимирович, спасибо за беседу. Спасибо. Ну, мне остается добавить, что точки над «и» в деле сектантов еще не поставлены. Детальной мотивации судебного решения по делу нет. Оно может быть обжаловано прокуратурой в Верховном суде. К слову, деятельности эгоистов Архангельский вызывает теперь еще большее возмущение в поддержку ликвидации секты. Уже высказались представители власти, деятели культуры, общественники, депутаты областного собрания и Государственной Думы, а главное – простые люди. Будет ли услышан их голос? Поживем – увидим. Всего доброго.